Пожалуйста, не разбегайтесь, давайте продолжим. Я, пожалуйста, в этот раз могу поговорить про оксиганальную синтептическую группу. Ну, давайте сначала начнем с определения, ну, в прошлый раз у нас приближало группу Ж большое, ну, все по-прежнему, смотря на чистое метро будет. А можно смотреть, скажем, группу О, М большое, ну, вот это октагональная матрица. Вот, ну, какую хокму октагональную квадратичную выбирать, это не очень важно, если она невыгодная, потому что у нас совсем невыгодная квадратичная форма микроволенции. Вот, поэтому можно взять просто сумму порядок обычную, сколько лучше. Значит, октагональная матрица, ну, значит, такие матрицы А, что атмос, опланированная А, это единичная матрица. Значит, я единичную матрица, чтобы хвои-и обучить сначала, и мне придется обучить. Вот, ну, и есть, значит, это октагональная группа, вот, и есть синтептическая группа, она определяется для отшетного ген. Ну, давайте, все еще я буду писать SP, но они нечетные. Вот, ну, это похожая штука, но она, значит, сохраняет любую форму какую-то, да. А, значит, А принципанированная ЛА равно ЛФ. А вот, ну, АФ это матрица, ну, какая-то, значит, матрица синтептической формы, ну, по-разному. Ну, например, можно взять вот так. Эти мишки, если нет, не будет. Ну, есть там другие шпоты, конечно, группа, конечно, группа. Практически группа все одинаковая, даже на другом поле. А вот, ну, и, соответственно, можно задать вопрос, вот, как вот вся эта теория, которая построена первая ЛИН. Да, ну, естественно, это алгоритмическая группа, что, да, потому что это вот дает вам полиномиальные уровни какие-то, ну, подготические. Да, да? Вот, поэтому, и то и другое, эта алгоритмическая группа имеет смысл, значит, поставить вопрос, какие у нее там алгебрические представления неприводимые. Вот, ну, и хочется построить вот эту историю аналогичную к тому, что мы сделали для ЖЛ. Вот, напомню, что мы делали для ЖЛ. Для ЖЛ мы сделали какое-то конкретное представление в ВЕФР, да. Мы возводили его в центральную степень и считали их варианты эндоматизма. Ну и ответ был такой, что это просто групповая алгебра от СН, вернее ее образ. Образ групповой алгебры от СН, но при каких-то условиях это отображение получалось индексированным, при каких-то нет. Это зависит от Н большого. Тем не менее, форма существенно зависит от Н маленького и чуть-чуть зависит от Н большого. Н большого зависит просто ядро, которое у нас получится. Ну тут, естественно, тут тоже есть естественные модули. Это как-то там в сайтах матрицы все еще есть на столбцах. Значит, у окнофрональной группы, так что я просто возьму. То есть, это не Н, но он синтетически тоже. Вот только там будет условие, что Н четно. Значит, да, зачем мне нужно условие, что Н четно? На самом деле, если бы я мог бы пытаться что-то такое придумать, но тогда форма, когда я взял Нечетное, то тут бы пришел полик какой-то писать. Вот форма стала бы вынужденной, а если форма вынужденная, то у вас, у Александра, получить хорошую группу, у вас получается группа с каким-то там унипотентным деталом, у нее представление измельчает себя. Ну, наверное, в большинстве языка это означает, что она там не будет принадлежать силу. Вот, например, перестанет работать теорема, что любое представление раскладывается усилиями приводными. Вот, поэтому тут надо требовать, чтобы нужно. Ну, по-прежнему есть вот такой вот модуль. Ну и теперь мы знаем, что делать. Надо, значит, посчитать эндомартизмы. Эквивариантные, вот, значит, n-ной в тензурной степени. Вот, и надеяться, что это тоже, значит, какая-то хорошая алгебра. Ну, на самом деле, это действительно будет образ некоторой алгебры, которая называется алгеброй Брауэра. А вот, ну, значит, сейчас вот мы к этому приступим. Ну, какие тут будут отличия? Значит, вот здесь вот, здесь чем порождалась образ ЦСН, да, то есть, надо сказать, как действуют приостановки. Тут все, значит, эквивариантные… Ну, то есть, мы смотрим просто на G-эквивариантные отображения из VNZNN в VNZNN. Ну, линейные, естественно, и G-эквивариантные. Вот, и здесь утверждалось, что единственное, что мы можем сделать, это представлять координаты. Вот, вот здесь, значит, тут будет не так, потому что, смотрите, у нас уже есть… Значит, у нас… У нас есть инвариантная… Инвариантная бодротичная форма. Вот, и поэтому можем делать всякие хитрые вещи, да, то есть, вот смотрите, у нас, например, есть… Очевидно, это вариантное отображение из VNZNN просто тождественное. Вот, а сейчас мы можем… Значит, поскольку у нас есть невыгодная форма, то V со звездочкой двойственное пространство или двойственное представление, оно просто изомнанное V не просто как ветренное пространство, а как представление G. Понятно, да, значит, в случае Желин такого у нас не было, потому что двойственное представление, ну, если самое представление, допустим, столбцы, то двойственное представление будет в строчке, но вы можете проверить, что не бывает никакой, значит, такивариантного отображения из строчек столбцы, чтобы, ну, вот, действие Желин сохранялось. А вот, а, значит, в нашем случае двойственное представление просто изомнанное, ну, изомнанное исходное представление. Вот, а это означает, что мы можем сейчас проделывать какие-то штуки. То есть, смотрите, мы можем, то, что писатели говорят, значит, мы можем проделывать опускание и поднимание индексов. Вот, а это означает, что мы можем, грубо говоря, брать и перекидывать, если у меня есть какое-то отображение, ну, вот, давайте более общую ситуацию рассмотрим, я, допустим, какое-то отображение из VNC на K, VNC на M. Вот, я могу взять, допустим, здесь один совмножитель и перекинуть его налево. Значит, если вот это был Желин вариантом отображения, то я могу изготовить вот такое. Тут добавить совмножитель, а тут убрать совмножитель. Вот, и, значит, в частности, вот скажем, вот что будет, если я из тождественного отображения это сделаю? Вот у меня было тождественное отображение. Вот, ну, допустим, я хочу перекинуть сначала вот это V сюда. Да, значит, тут будет VNC на V. Ну, вот, а тут ничего не останется, но ничего не останется, значит, останется X. Вот если я вот так индекс перекину, то что вот это будет? Ну, кто-нибудь скажите громко. Ну, да, сама форма. То есть, сама форма, ее можно как вот такой вот танцер рассматривать, да, который отображается из VNC на V. Значит, это сама форма. Ну, там, соответственно, она или билинейная, ну, она всегда билинейная, она или симметрическая, или антисимметрическая форма. Значит, сама симметрическая или антисимметрическая форма. Вот, а если я в другую место перекину, значит, тут у меня C будет, значит, а тут у меня будет VNC на V. Значит, ну, отображение из C, отображение из C просто выбор элемента, да. Значит, что это за элемент такой привилегированный в VNC на VNC? Ну, это, на самом деле, довольно хитрые элементы тоже. Да, это элементы Казимира, правильно. То, что называем, значит, идут, отправляется в элемент Казимира. Сейчас мы напишем, что это значит. А вот, ну, элемент Казимира, его больше всего так. Писать какой-то именинвариантный способ. Ну, то есть, именинвариантный способ. Саня уже сказал, да? Что? Вот, смотрите, значит, ну, просто я пользуюсь, там, какой-то, есть такая форма какая-то, значит, там, 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 VNC на VNC, там, VNC, там, VNC, там, VNC. А вот, ну, и если у меня, и теперь, если у меня, значит, где-то стоит V со звездочкой, вот, то я его просто поменяю на V, ну, и вот это, по-моему, должно получиться. Значит, ну, или даже проще, давайте, может быть, это. Давайте попроще. Вот, смотрите, что такое, что вообще такое отображение, что вообще такое отображение из VNC на K, VNC на N? Ну, это сенсор какой-то, да? Это V со звездочкой, это элемент такого. Элемент такого сенсорного произведения, правильно? Ну, V, конечно, нет. Вот, ну, у меня V, и замок на V со звездочкой, поэтому я с тем же успехом могу написать, что я замок на VNC на K+. Вот, сумма должна сохраниться, но теперь я могу написать, что из замок на VNC на K1, как мне я, как мне я, VNC на VNC на VNC. Понятно, да? Ну, единственное, я должен описать позицию, которую я делаю, какую именно я позицию здесь сокращаю и какую добавлю. Ну, из замок на это все означает, что есть просто из замок на VNC на VNC. Ну, то есть, как представление, а не замок. Ну, то есть, то, что просто есть из замок на VNC, это бессодержательное повреждение, да? Потому что… Ну, я думаю, просядно, что он будет строить, а то, что это же эквариантный замок на VNC, ну, вот это с удивительным причем. Вот. И зачем нам нужна эквариантность? Потому что, в конце концов, считаем вот такую штуку, поэтому нам надо помнить, как действует G. А вот, да, так вот, элемент Казимира. Как элемент Казимира построить? Ну, прошу, что вот это, то есть, ингредиентное описание он сказал, а вот мне ингредиентное описание такое. Ну, давайте выберем классис какую-то, и это значит, классис. Вот. Ну, и выберем двойственный базис относительно для вот, ну, и тогда элемент Казимира. это просто сумма генитой созвездочки. Вот. Главное, если туда консигномерка, потому что у меня вот генитая созвездочки, несмотря на какого значения, это элемент Казимира. Вот, естественно, если бы вы взяли там генитая созвездочки, из двойственного пространства, мы написали вот такой вот сенсор 1,1,3, то это матрица, да. Ладно, просто получили стоять в детскую матрицу. Вот. А тут мы, то есть, элементы Казимира, это штука, которая получается из техничной матрицы, втуле опускания, втуле внимания, вот индексы, я все выясню, то есть, что-то, но в любом случае должны приземлиться квадратичная форма она и техничная матрица получается обратно если одно было допустим опускание индекса по другое поднимается вот этот элемент смотрите он сам по себе не подвижен относительно действия вот в этом когда вы перемножаете представлении у вас в качестве прямого строгаемого возникает просто одномерная бухгалтернация хотя мы прям в углу не имеем а можно это доказательство то есть скорее я должен объяснить почему форма у него такая ну проверьте что значит когда вы все вот этими заморкистами пользуетесь то на самом деле такая штука и действует в принципе идет вот сюда а вот ну конечно это можно проверить что произойдет потому что говоря смотрите ну вот как в школе учили что произойдет при замене базисами ну вот с этим базисом допустим произойдет какая-то значит ну с этим базисом это что-то за множество на а а вот если посчитать вот такой вот базис то мы в нем там наверное он осматривается как раз таким условием помимо вот таких вот просто танцевать перестановок со множителей у нас еще появляются теперь я могу я могу часть координат часть координат я скажу могу переставить а в двух базис c подставить элементы изменения а вот значит ну и вот чтобы все это выключить а вот значит возникает ну вот изначально то что мы делали например Брауэра вот ну вообще говоря уже видно да что мы на самом деле считаем эндологизм из какой-нибудь тигурии да поэтому значит а вместо того чтобы строить алкебру мы сейчас построим некоторую категорию и наш алкебр и появится как эндомортизм на некоторых объектах так часто вот так часто бывает гораздо проще вмотря на то что казалось это некоторое усложнение но категорию иногда проще построить вот ну давайте значит построим то что называется категория Брауэра почему В потому что есть инвариантная квадратическая ну давайте с самого начала что вообще такое квадратичная форма ну вот это способ каждому вектору сопоставить некую форму если у меня В или МВ то у меня есть вот такой вот спаривание. А что такое это спаривание? Это какой-то функционал лимитного пространства, это лимит ВСОЗБЛИТОЧКА. Отличная форма – это на самом деле просто отображение из ВСОЗБЛИТОЧКА, но ее невынужденность, например, означает, что это изумартистов. Ну, естественно, поскольку у меня форма инвариантная относительно моей группы, значит, это отображение будет технивариантным, и мы, значит, выезжаем в СОЗБЛИТОЧКА как-то сказали. Ну, давайте построим категорию Браула. Ее можно подавать при помощи картинок. Ну, на самом деле, значит, СОЗБЛИТОЧКА могли бы сделать то же самое, но там бы это выглядело как какое-то искусственное усложнение ситуации, а тут это будет выглядеть довольно естественно. Вот, ну, смотрите, ну, давайте с ССН начнем. Ну, что такое перестановка вообще, да? Ну, как это? Сколько лучше нет. Вот есть у вас несколько точечек, да? Ну, одинаковое количество желательно здесь и здесь. Ну, и что такое перестановка? Это, значит, каждой точечке вверху я ставлю, в соответствии, некоторую точечку внизу, да, и соединяю там как-нибудь. Ну, там, ну, вот как-нибудь так скажем, да? Вот, просто читаем. А вот, вот это перестановка. Вот, как перемножать перестановки? Ну, очень просто. Я рисую такую же картинку. Ну, допустим, у меня вот, скажем, другая какая-то перестановка. Вот. Ну, и чему равна, значит, композиция перестановок? Ну, вот. Понятно, чему равна, да? Я просто выпрямляю вот эти вот штуки, да? То есть у меня тоже 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну, и теперь вот эта штука соединена с этой, да? Это с этой, это с сотой, а эта, ну, сейчас осталось. Понятно, да? А вот, значит, ну, вот, я мог бы точно так же определить не какую-то категорию. Значит, смотрите, ну, для того чтобы я категорию, значит, у меня не... Значит, у меня просто было бы... Ну, это просто, значит, группу, можно любой группу, конечно, можно смотреть как категорию, да, с одним объемом. Вот. Ну, это было бы выглядело немножко искусственно. Вот, значит, а теперь, смотрите, причем у меня отличие. А теперь у меня отличие в том, что появляются еще вот, значит, элементы демида и сама квадратичная форма. Вот. То есть теперь у меня разрешается брать не просто вот такие штуки, да, значит, точку внизу соединить с точкой вверху, а разрешается еще соединить две точки снизу и две точки сверху. Понятно, да? А вот, значит, ну, давайте, значит, формально теперь определить. А вот, ну, давайте, значит, определяем категорию правого. А вот она будет зависеть от некоторого, значит, от некоторого комплекса числа дельта. Значит, на самом деле дельта это будет равно n для ортогональной группы и минус n для синтетической группы. А вот, ну, вы скажете, что бывают еще и другие комплексные числа, помимо, значит, натуральных положительных и, значит, отрицательных черных. Ну, вот сейчас я что-то поясню. Давайте, значит, пока что можно про предыдущую часть забыть. Пока что я просто вот сейчас дам определение. Определение никак не использует определение. Просто вот зафиксировали, значит, зафиксировали комплексные числа. Оно будет n, значит, размерностью для ортогональной группы минус размерностью для синтетической. Вот, ну, а если взять что-то другое, там, p там или там, p там или еще что-нибудь. Вот, ну, на самом деле мы увидимся. Это тоже нечто интересное. Вот, значит, а объекты, значит, категории говорят объекты, говорят маркетинг, да? Значит, объекты это просто натуральные числа. Так, ну, 0 я считаю натуральным числом, если кто-то не считает, то я напишу n хотя бы. Ну, в общем, натуральные числа начинают с нуля. Вот, значит, что такое маркетинг? Ну, значит, нам надо теперь задать, что такое элементы фума, значит, из... Ну, давайте я подряд на скобочку буду писать. Не надо. Да? Нет, значит, это похожая штука чтенка. Но вот соотношение там бенгерин. Вот, на чем-то похожая. Алгема тентоперилипа у нас возникнет вот на четвертой лекции, на последней, надеюсь, на данный момент. Вот, значит, нам не надо писать. А вот, ну, формально это просто, значит, это такая штука, значит, С-линейная комбинация, значит, я сказал категория, на самом деле это будет адъективная категория, то есть в ней можно складывать маркетинг, ну и более того, С-линейная категория, то есть в ней можно умножать на комплексные риски, как линейная комбинация. С-линейная комбинация, значит, просто разбиение, разбиение вот этого вот дезинутного объединения на парку. То есть, что это значит? Говоря, вот я ставлю там точечки, это у меня будет снизу, вот M светлый. Магипотекция будет считаться снизу. Вот я ставлю здесь M точечек. Ставлю здесь M точечек. Вот, ну и теперь я разбиваю все это на пару. Значит, это может быть пара, где я точка снизу только светлая. Как и дальше я просто провожу отрезочек. Вот, это может быть две точки светлой, когда я провожу такую дезинутую. А может быть две точки снизу. Когда я провожу такую дезинутую. Так, вы спросите, значит, что если, значит, N плюсом нечетно. Если N плюсом нечетно, ну, значит, такого не бывает, значит, ноль будет. Ну, вот, значит, это не равно нулю, только при счетном N плюсом. Можно и соседнее, не соседнее, пожалуйста. Можно и вот так вот. То есть, я не требую, чтобы они там не пересекались. Значит, только при счетном N плюсом. Так, ну, значит, почти готово. Надо еще определить композицию. Здравствуйте, категория. Там надо определить композицию. Стоп. Ну, да. Так же, значит, на YouTube появится один нюанс. И, ради этого нюанса, я вот этот дельт не фиксировал. Пока что этот дельт никак не возникнет. Но при ленинге композиции она возникнет. Ну, давайте смотреть, значит. Давайте сейчас нарисуем где-то какие-нибудь диаграммы. Пытаемся их себе. Ну, сначала я просто написал им неформально, как бы, на каждую картинку нарисую. Ну, а формально определимся. У кого-то представлено. Просто, если я не могу вам сказать, то ничего не представляю. Ну, так вот это. Соберение на пары, это как бы не очень интуитивно звучит. Если так нужно нарисовать, то можно понять. Вот. Ну, хорошо. Давайте, значит, композицию придумывать. Ну, естественно, раз это, значит, линейная координация, то достаточно вот просто две такие картинки скомпозиционировать, ну, и дальше полинейить. Продумать. А, конечно, будет ли эта категория двойственно сама себе, да? Не, абсолютно. То есть, как нет. Ну, то есть, в смысле, вы скажете, будет ли эта категория двойственно сама себе, да? Относительно вертикальной композиции, да, будет? А вот. Это правда, да. То есть, Homo Zen Web равно, так сказать, как просто, как векторное пространство равно Homo Zen Web. Это правда. Вот. И более того, как мы увидим, будет просто, ну, то есть, отражение относительно горизонтальной прямой, это просто будет некоторая антиэквивалентность категории. Ну, может, еще относительно вертикальной прямой. А вот. Ну, давайте, значит, давайте композицию. Ну, допустим, я возьму, скажем, у меня будет 4 точечки. Значит, скажем, тут будет 5 точечек, тут 3 точечки, а тут будет 3 точечки, скажем, ну, тоже 5 точеч. Вот. Ну, и что-нибудь такое нарисуем, значит. Вот, скажем, как-нибудь так, 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 так. Вот. Ну, и попытаемся это скомпозиционировать. Ну, вот, чтобы… Нет, давайте уже… Ну, чтобы это больше… Давайте наоборот. Здесь 3, 5, а здесь, скажем… Вот. Ну, и тут такая какая-нибудь диаграмма. Значит, скажем так, 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 так и так. Вот. Ну, и давайте попытаемся композицию посчитать. Вот. То есть, грубо говоря, срединку надо как-то точечки забыть, чтобы осталась только верхняя часть. Так, ну, тут все понятно. Значит, тут вот эта точка была стигналка, и она с ней продолжается. Так, вот эта точка, она, значит, пошла сюда, потом пошла сюда. Так, вот эта точка, значит, пошла сюда, потом пошла сюда. Туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. Значит, тут у нас получается днисика. Так, мы вот такими деликами там пошли. Это то же самое с другом. Ну, это мы просто так определили. Так, ну, здесь это новописи. Я сейчас буду в обратном вопросе. Так, значит, хорошо. С днисом не добрались. А вот, значит, что вверх? Значит, ну, вот это мы уже соединили, вот это осталось… Ну, и, как бы, казалось бы, все хорошо, там можно, в принципе, так и оставить. Но что-то нас смущает. Нас смущает, что вот я вот такой вот цикл образовал, мы его как-то просто игнорировали, ничего не сделали. Наверное, это полукостного игнорировали. Давайте мы будем игнорировать все для того, чтобы учесть этот цикл. Вот, например, используем этот цикл. Давайте скажем, что когда возникает этот цикл, мы просто умножаем вот так на 3. Ну, раз у нас все анонимейные координации, можно взять лимейную координацию, вот, взяли, просто обладаем. Понятно, да? Ну, я советую, если циклов возникает несколько, то умножаем на цикл по циклу, умножаем на цикл по циклу, умножаем на цикл по циклу. Как будет там так, так. Сейчас бывает или нет? Давайте подумаем. Бывает или не бывает? Нет, потому что, значит, у нас… Ну, нет, там не получится. Так, ну, кто считает, что бывает, может выйти на грестный цикл по кругу. Нет, давайте сразу посмотрим на такую. Да, бывает. Да, бывает. Ладно, поговорили. Да, цикл не обязательно длиной 2. Бывает. Но все равно, то есть, вне зависимости от того, насколько он длинный, вне зависимости от того, насколько он длинный, то есть, мы считаем количество циклов, а не то, насколько длинный. Вот, значит, такое вот определение. Так, ну, пока, ну, хорошо, поставили категорию, значит, я еще не все сказал, значит, это не просто категория, даже не просто аддитивная категория, а это даже не просто целинейная категория, а на ней есть еще структура под названием интернерных объединений. Значит, это еще и интернерные категории. Значит, вот, в любой категории можно объекты… для композиции объектов, с нашей точки зрения, это практикальная композиция, да? А, вернее, магнитик, прошу прощения. Можно брать композицию магнитик, практикальная. А в тензерной категории можно еще брать концентальную композицию магнитик. А именно, если у вас есть какой-то комп там из NB, какой-то комп из Cable, в тензерной категории, если у вас нет смысла писать транзерное произведение, то можно отказать это в фунг . То есть это не композиция, это вот новая операция, которая называется транзерное произведение. А вот, ну и, а графически она очень простая. Графически вы просто подиверсовываете, у вас есть какая-то какая-то, какая-то, еще что-то, там другая какая-то, то просто приписывайте, а ну как… А почему это на такие зрения, они понимают, что она не биленеевна? Ну почему-то она не биленеевна? Ну вот продолжить по Пельмине, если это для многих картинок. Вообще говоря, у вас здесь какая-то линейная комбинация, здесь какая-то линейная комбинация, вы спрываете по Пельмине. Вот, значит, мы вот определили такую вот транзорную категорию и впитываем. Так, значит, хорошо, значит, ну смотрите, вот как букву можно определять, как выписать из становок сторон. Ну вот можно выписать все элементы и определить правила композиции, да? Значит, а можно создавать это образующими соотношениями. Вот, вот с категориями на самом деле то же самое. Вот можно, вот мы выписали определение, да, мы выписали какие объекты, значит, какие маркетины, вот, а можно категорию тоже создавать образующими соотношениями. Вот, надо понять, что если это транзорная категория, то есть у меня есть какие-то образующие, какие-то маркетины, да, то другие маркетины получаются при помощи композиции или при помощи центрального произведения. То есть я беру неограниченное число раз, значит, беру, значит, композицию какую-то вертикальную, беру горизонтальную композицию, беру линейную комбинацию, это что угодно. Вот, если набор образующих, я получаю все маркетины. Вот, ну а какие-то соотношения говорят, что какие-то один маркетины равны каким-то другим. Поэтому давайте по пунктам сделать задание категории прауэра образующими соотношениями. Так, значит, образующий будет 4 штуки. Категории должен быть тождественное отображение, если n равно n, но тождественное отображение оно будет соответствовать. Ну, соответственно, и токовка i – это просто соответственное отображение. Ну, раз в индукле читайте, на самом случае это немало. Есть x, ну, наверное, несложно сказать. Это такое, да? Это вот такая штука. Ну, такая принциповидность. Вот, есть u. u – это вот такая штука. Ну, поскольку мы не читаем снизу век, то она в хуне здесь 0,2. Ну и есть a. Ну, если был греческий алфавит, то это, наверное, обозначил янт, да? Но вот стульководинский алфавит, то никакой более похожий к нему не особо. Вот. Ну, это, соответственно, форма ситуации. Вот. Это образующие. Значит, втором цели образующие. То есть все остальные морфизмы получают от этого набора либо вертикальной композиции, значит, либо горизонтальной композиции, либо линией комбинации, ну, в любом порядке, в любом порядке. Это образующие. Вот. Ну, соотношение там хитрое. Это уже, значит, некоторые, по крайней мере, узнанные типы. Можно пару примеров? Ну, сейчас, когда мы будем выписывать соотношения, они как бы станут собой проекты. То есть отношение, значит, то она какая-то другая, а она другой же будет. Вот. Значит, смотрите, как у нас есть буквы, то мы можем либо, значит, записывать любое соотношение, либо в группы, например. Вот. Либо… 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 Да. Либо… Либо… В этом случае. Ну, в этом случае мы собираемся. Ну, это непределенно. Да. Неочевидно с самого начала, но пока я не написал соотношение, непонятно вообще. Ну, вернее, композиция-то и так опринанская. Хорошо, давайте соотношение выписывать. Ну, первое, это простое. И композиция не равна. Кстати, в данном случае нужно длительно. Ну, и так, вы можете бросать это, значит. Вот так и вот так. Так, значит, чуть-чуть похитрее. И тензор на i в композиции с x равно x. Ну, давайте картинку нарисуем. Значит, и тензор на i внизу я пишу. Тут x. И вот это тоже самое что-то. Понятно, да? Вот, то есть тут такая вот ломаная получилась. Ну, мы ее просто спрямляем. Я x внизу беру, что ли? Слева направо. А, вот эта композиция, да, композиция. Вот такая тензорное произведение слева направо. То есть смотрите, тензорное произведение – это горизонтальная композиция, это я пишу слева, а это я пишу справа. Ну, так же, как и с подрядом со множеством. Вот. А это вертикальная композиция. Это что-то еще и другие. То есть x я пишу внизу, а… Что? Наоборот. Извините, да. Я… Никто, никто с того не писал, потому что вообще не было. x я пишу внизу, да. x я пишу внизу, а это я пишу на верху. Извините, что это… Ну, ошибок не было, конечно, другое тоже соотношение. А вот, значит, ну, его можно, кстати, любить, если там следует. Так, хорошо, значит, давайте еще следующее соотношение. А в композиции с и тензорной и равно а. Ну, это то же самое, просто все перевернуть, да. А, нет, это не то же самое. Это тут вот эта штука появляется. Значит, и тензорной и – это вот это. А, это вот это. И вот эта штука – это просто вот такачно. Ну, то есть, заметьте, что картинки – они топологически намеренные, да. То есть, просто, ну, грубо говоря, какую-то вот… Как топологу вы сказали, из-за трубки уже проделываем, да. Вот. То есть, к концу у нас закреплены, а со всем остальным мы можем сделать просто угодно. Вот. Так что, если на картинке, как бы, они выглядят одинаково, они просто равны. То есть, считать композицию. Так, ну и, соответственно, похожее соотношение и тензорной и в композиции с у равно… да, то есть, вот так, вот так, вот так, вот так, это все равно что? Так, ну хорошо, значит, сейчас пойдет чуть менее реальность соотношения. Так, x в композиции с x равно b. Так, а тут какая-то… да, потому что у нас это должно быть 2 в 2. Вот. Ну давайте нарисуем так. Значит, x, еще один x. Это то же самое, что вот это, да. То есть, вот такие вот локоны мы просто вот выставляем. так, значит… Так, значит… Так, сейчас… Что-то хитрое начнется. Значит, сейчас начнется с густоотношения КУС. Вот, ну еще оно чем-то допоминает соотношение Янг-Бакстера, что-то, в общем, тоже имеет свой смысл. Но в данном случае это соотношение КУС. Вот. Ну, давайте картинку рисуем. Сейчас уже сложно, да, давайте нарисуем картинку. Значит… А вовек откуда-куда? Это из троечки в троечку. А вот. Ну, давайте рисуем картинку. Значит, вот у меня были лишние точечки. Так, что такое x-тензорная i? x-тензорная i – это вот такая штука. Вот. Теперь, что такое i-тензорная x? Ну, это вот такая штука. А вот. Ну и, наконец, снова x-тензорная i. Снова вот такая штука. А вот. Ну и давайте посмотрим, что это должно равняться. Значит, i-тензорная x. Вот оно. x-тензорная i. Вот оно. И снова i-тензорная x. Вот. Ну, действительно, значит, вот тут первая штука была соединена с двоечкой. Вот только тут она была так соединена, а тут она так соединена. Вот. Значит, вторая с двоечкой. Так они продолжают. Ну, и вот это все. А смотрите, с одной стороны, вот есть похожее соотношение, но это просто тут никакие, значит, а не проявляются. То есть это просто, грубо говоря, соотношение, которое пришло из симметрической группы. Вот. Ну и симметрическая группа – это называется, значит, соотношение курс. Вот. Ну а в теории друг похожая штука называется движение агридемастера, да? А вот, значит, ну вот такое вот соотношение. Значит, а в инфагменте x, то есть, а в инфагменте x, и а в инфагменте x равно x. Так, ну давайте нарепитуем. Это означает, что это сингвинетичный циферический гига. А вот, значит, а откуда, а то здесь? Ой, это, да, я написал упаковку в отношении, да, изменились, значит, должно быть, да. Вот, значит, дальше А в композиции У равно Т, это вот это вот, это группировка. Значит, А в композиции образовался цикл, ну, говорим, что это просто дельта, ну, ни на что, потому что просто комната нуля в ноль. Ну, можно было написать на IT у людей с нуля в ноль. Ну, еще два отношения немножко оставить, значит. Значит, давайте эту штуку попробуем нарисовать. Значит, опять она откроет куда, из троечки в троечку, да. Вот, сначала И тензер на Х. Так, теперь А тензер на Х. А тензер на Х. Вот, я должна равняться, значит, сначала Х и, а потом И тензер на А. Не сошелся, да? Пересошелся. А, нет, ну, да, это против. Значит, тут первая штука соединена в третий. Вернее, первая штука здесь соединена в третий здесь, а вот эта соединена в сотовую. Оставшаяся, я неправильно сказал, значит, это пом не из троечки в троечку, это пом из троечки в единичку. Пом из троечки в единичку. Так, ну, и, значит, и последнее соотношение, значит, А тензер на У. Композиции с и тензер на У равно И. Так, ну, да, значит, во-первых, оттуда оно куда. Значит, тут оно из троечки. И снова в единичку, что ли, да? Ну, давайте нарисуем. А как-то И тогда получилось сейчас, что-то не понял. Ну, ладно, сейчас нарисуем, разберемся. Значит, А тензер на У, это вот такая. Из единички в единичке, да, это из единички в единичке. Значит, И тензер на У я сначала рисую. Вот, а потом А тензер на У. Вот, видите, хитрая такая штука. То есть мы вот так вот. Китровно прошли, я пусть оно ждем. Ничего не знаю. Так, значит, ну, вот это некоторые, да, некоторые, конечно, не трилерарные. Ну, давайте мы вот вопросом, как бы, значит, почему таких соотношений хватает? Это, конечно, не так уж и просто, наверное, да? Значит, самый простой способ, это, наверное, просто посчитать, кто, как бы, того или иного, да, то есть посчитать, кум. Ну, значит, то, что эти соотношения выполняются, это понятно, да? Теперь надо спросить, почему все остальные их не вследуют. Ну, вот надо вот в этой хитрой, кискористальной образующей соотношения посчитать разменность в сумму. Ну, вот это каким-то образом делается. А можно? Ну, получается. А, ну, просто это значит, что оно выходит. Оно, конечно, есть, но этих соотношений уже хватает. То есть все, что я тут не написал, и вам, очевидно, наверное, оно выходит. А вот, значит, вопрос был, почему, ну, давайте хотя бы поймем, почему, значит, это образующее. Ну, значит, смотрите, вот, при помощи X я могу с любой перестановки делать. Значит, ну, я просто показал, да, что это просто выдвижение о том, что хитрическая группа повезти на принципа 10. А вот, значит, а теперь, ну, теперь у меня вот, у меня есть сколько-то точек сверху, ну, вот, если точка сверху, ну, вот, я и воспользуюсь соответствующей хрестановкой. Значит, а если, ну, то есть как-то надо, да, сначала надо все дуби, сначала при помощи перестановок надо все дуби отдельно, такой тернафик в одно место. Да, да, то есть переставляем так, чтобы сначала шли все дуби здесь, например, потом шла какая-то перестановка, а потом шли все дуби здесь. Ну, и вот тогда это и будет произведение соответствующих копий А, значит, ну, соответствующих X и соответствующих копий А. А, значит, а ну, смотрите, ну, то же самое, что для А. Это, значит, следующее, что, во-первых, эти штуки все порождают, то есть любой матчин представляется как какая-то комбинация, да, ну, комбинация, включающая себя компонентное определение или нету. Вот, во-вторых, что эти соотношения выполняются, вот, ну, и в-третьих, что эта штука универсальна, так сказать, с таким свойством, то есть если есть любая другая категория, в которой есть вот такие мат-бизнес с такими соотношениями, то из нее в это существует пункт, сохраняющий композицию, ну, пункты связка нет, но сохраняющие, значит, композицию, линейные комбинации и данная связи. Зачем это делать? Ну, во-первых, для того, чтобы, там, отыскать, например, картинки кондиционировать, да, а вот, допустим, если вы, скажем, какую-нибудь программу будете писать, то программа как-то может не сообразить, как какую-то петлю выкладывать, а вот если вы, значит, задаете это буковками и, значит, введете такие соотношения, то, может быть, программа лучше сделать. Вот, но главное, конечно, не для этого, а главное для того, чтобы, смотрите, наша цель сравнить вот эту какую-то категорию, которую мы от Володы придумали, а вот, значит, совершенно конкретная категория, категория представлений октагональной группы, да, категория представлений октагональной группы, да, категория представлений октагональной группы, это тоже, конечно, категория. А вот, и мы хотим сравнить нашу категорию, категорию правого, с этой категорией, да, вот, и для начала хотелось бы пункту какую-то построить, но вот из категории правого мы построим пункт в категорию представлений октагональной группы. А как строить, если есть задания образующими соотношениями? Ну, очень просто. Надо катать, куда отображаются образующие, ну и надо проверить соотношения. Естественно, я на проверку соотношений сэкономлю, не буду я что-то выписывать, может быть что-то, ну вот что-нибудь там, что-нибудь проверим, чтобы увидеть, что с которым УПД-то возникает. Вот, это, кстати, единственное место, где она возникает, заметите, что остальное у УПД-то не используется. А вот, значит, ну да, ну давайте, собственно, теперь сформулируем теорию. А, ну можно ее по-другому нарисовать, значит, она выводит, посмотрите. Нет, ну то есть я выписал, то есть если бы меня не обманули, я выписал, что надо. А, нет, набрал, я не дочитал, то есть я соотношения все выписал, я не дочитал английский текст. Значит, английский текст говорит, что эти соотношения, а еще все их отражения относительно вертикально и прямой и горизонтально. Так что вопрос был очень правильный. Ну, некоторые из них и так варианты. Вот, на которые не варианты, да, значит, вот эти соотношения и все их отражения относительно вертикально и горизонтально. Так, хорошо. Значит, ну давайте теорию сформулируем. . Ну и менеджер. Ну и менеджер. Ну и менеджер. Вот такая. Как я уже договорился, для октагональной группы f в качестве дельты беру r, а для цилиндрической группы f в качестве дельты беру минус n, ну подразумевается так, что это четное число, существует пункт, ну хороший пункт, то есть это значит объективный, сохраняющий транзормерный цитин. Значит, и более того, он будет, так, я все время забываю, как это называется, по-моему, полный, да, значит, на мархизмах суббекции. Вот, из категории, а, я не позначил, но, в общем, категория правая, она вот так и означается, значит, ну, вот, собственно, категорию конечномерных представлений, вот, там, живет, или живет, так вот, кто-то любит, значит, категорию конечномерных представлений g. Вот, ну, более того, значит, можно даже явно сказать, куда переходит. Значит, и переходит, а, да, сначала объекты, да, значит, n отправляется просто в этой центральной степени n. В объектах он так выглядит. Значит, теперь на мархизмах и отправляется просто в ID из V в V. Значит, X отправляется в перестановку координат. Да, ну, тут вполне вот есть, значит, что для кренальной группы это просто перестановка координат, а для симпатической группы надо ищить минуску. Значит, X отправляется в отображение из V в V в V в V, значит, которое выглядит так. U в V отправляется, значит, либо в V в U для орфидональной группы, либо в минус V в U для симпатической группы. Значит, U отправляется, значит, U он откуда куда-то делается. Он должен отправиться, значит, в какое-то отображение из V в V в V в V. Ну, U отправляется просто в леонидский динам. Значит, леонидский динамичка переходит в леонидский динамичок. Ну, и, соответственно, A должно откуда-то отправиться из V в V в V в V в V в V. Ну, A переходит в леонидский динамичок. Значит, леонидский динамичок переходит в леонидский динамичок. Так, значит, ну, то есть пока что, значит, пока что всего лишь написано, что вот эти вот соотношения выполняются, да, которые я написал. Вот, но есть еще, значит, вот самое важное. Это, что этот пункт, пункт, пункт. Да, что это значит? А это значит, что, вот смотрите, что мы хотели посчитать. Мы хотели посчитать эндомархизмы на G в V в V в V, да? Вот, а раз этот пункт и полный, то он накрывается чем? Он накрывается эндомархизмами, значит, в категории, вернее, в категории Брауэра. Ну, из, ну, вот объекта M. Да, то есть надо посчитать вот это вот такое. Это уже алгебра, вот эта штука, она называется, вот эта штука называется алгеброй Брауэра, но она уже, правда, от N зависит, откуда от N надо поставить. Значит, вот эта штука называется алгеброй Брауэра. Ну, естественно, алгебру Брауэра придумали ранее. Категорию? Потому что, когда ее придумывали, еще 40 категории. Нет, 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 в частности, проверять надо все, но в частности отсюда, значит, какая у нас была мотивация? Мотивация была посчитать вот эту штуку, да? Так вот, оказывается, она, значит, накрывается на просто образ алгеброй Брауэрой. То есть точно так же, как для полной линейной группы у нас просто получался образ ну, симметрической алгебры, да? Алгебра и симметрической группы. Лукоповая алгебра и симметрической группы. Вот, вот роль групповая алгебры и симметрической группы вот играет вот этот алгебр, который переходит из алгебры компании. Вот ее нужно посчитать, значит. В частности, это выдает то, что называется первая пундаментальная теорематрия вариантов. То есть, собственно, описание, чем повреждается эта структура. Ее по-разному можно формулировать. Есть какие-то формулировки именно на фазическом языке. Ну и более того, что все эти диаграммы, все эти модули спектра. Вот вся эта теория тоже существует для алгебры Брауэра. Там тоже по диаграмме Люба строится некоторое представление, которое называется, как можно догадаться, представление спектра Брауэра. Ну, грубо говоря, вы берете сначала представление спектра, а потом... Вот при этой штуке сидит просто честная групповая алгебросиметрическая группа. Вы берете представление этой штуки и индуцируете просто на самом. И вот такая штука... Она такая штука все еще будет неприводима, и вот это как бы не очевидно. То есть, например, взяли алгебры, взяли не под алгебры, вы взяли неприводимое представление индуцируете, но в какой раз это неприводимое. В этой ситуации это останется неприводимым. Ну, и там существует теория совершенно аналитическая. Теория аналитическая. Ну, давайте, значит, зададим образующие несоотношения. Все, честно говоря. То есть, мы категорию задали образующие несоотношения. Вообще, двое не очевидно, да? То есть, если вы из разной категории образующие несоотношения, то для какого-то конкретного алгеброматизма, в общем, не особо понятно, как это задавать, потому что на Маоле вы сможете отразиться в какой-то объект, а потом спуститься назад. Ну, вот, тем не менее, значит, можно рубить. Так, значит, есть образующие цветы, они такие, чтобы говоря, как для асимметрической группы. А вы должны задавать для андрея? Ну, дельта там появится ровно в одном месте, как всегда, да. А андрея андрея? Вот сейчас я хотел это сфернофарка оставить, да? Ну, сейчас мы уже поговорим. Значит, эти фидет, значит, это такие же образующие, как для асимметрической группы, но и так международными. Значит, они помутрируют, если они далеко отстоят, а вот, квадратные равные единицы, вот, ну и соотношение. Ну, вот, я надеюсь, все узнали, значит, основное представление или в педуху, да? Ну, или, соответственно, еще он, скажем так. Вот, а есть еще, значит, образующие елиты. Вот, значит, они тоже помутрируют, если они далеко. Вот, и они помутрируют все, если они далеко. Вот, значит, если взять одинаковые, то получится просто третий час. Ну, группы такого, конечно, не бывает, да? Да, это именно он, да? Потому что вдруг ему не хотели бы сказать в случае. Так, значит, они почти что и компотенты. Ну, вот, в точности, как раз вот это вот это. Они хорошо поднимаются, ну, это единственная отношение с… Ну, еще одна, вот что-то аналогично выформüyor. и 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 Теперь можно задать вопрос. Давайте на категорном уровне посмотрим. Хорошо, мы сказали, что эта штука полная на маркетинге. Да, картинка есть. Сейчас скажу. Оно должно быть специальным уровнем, как вы это не обещали. Так, значит, да, и эта вот действие, это вот такая. То есть вот такой штуки, все маркетинг из НВМ. Они согласованы, да? Они согласованы, они как бы, то есть, я привыкли, а с ними было бы полное. Ну, если это вот это, то есть элементарный транспортик стоит, это вот такой. Это полная штука на маркетингах, а что с объектами, да? То есть сейчас этот пункт не сиуэктивный, даже там не существенно сиуэктивный, потому что, ну, не любое представление в какой-то тензорной степени В, да? Вот, ну, значит, это можно вылечить. Значит, есть такая контактная процедура, называется корроризация. Если у вас есть аддитивная категория, вы добавляете просто ядра всех проектов. То есть проектор – это просто проектор, значит, это какой-то элемент, ну, элемент одного из двух объектов, такого, чтобы выбрать его одну. Вот, ну, в производной категории у проектора может быть игра. Ну, ничего. Ну, вы просто формально добавляете ядра проектов. Ну, вот, если, значит, взять корроризацию алгебры Броуэра, ну, там этот трех пунктов и продолжается, естественно, в глупо этой категории у проектов низкие адресы, вот, тогда эта штука уже будет и существенно сиуэктивна. То есть утверждается, что любое, ну, любое представление, возникает в качестве слагаемого в какой-то большой тензорной степени игре. Так, значит, это раз, утверждение. Значит, второе, как бы, ну, скажу, он клубный, но можно назвать это просто, а чему равно ядро, да? Ну, на самом деле, то есть можно… есть понятие ядра там для отображения двух трензорных категорий. Ну, вот, можно сказать, чем порождается ядро. То есть ядро – это трензорный идеал, порожденный… Ну, вот, порожденный, на самом деле, просто тем же, что мы видели для полной или иной группы, то есть вот к большому определению. Ну, это будет вот тут, я думаю. Очень, очень. Спасибо. Хорошо. Спасибо, спасибо. Значит, это центрный идеал, то есть опять же подвешают всевозможные композиции. А центрный идеал, что говорит, что индикает. Ну а здесь симпатизация, значит, сигмоген. Ну где я, значит, это что такое? Просто сумма по всем перескалываниям. Ну вот на пи. Ну умножить на пи где-то подпипадом занимаются соответствующие конкременты. Ну где-то, это просто размена сюда. Да, то есть если у нас в верхнем пространстве размены стоим, то и сейчас мы там, например, должны быть. Тут ответ примерно такой же, как для получающей полной линейной группы. Ну конечно, это не переживание чисто, потому что центрный идеал это, конечно, очень хорошее описание, но совершенно непонятно, например, чему же, можно сказать, на кашетной категории, что очень хитро, а вот чему равно просто ядро из этой алгебры. Это, значит, это не кривиальный вопрос. Это бы называлось такой фундаментальной теоремой теории инвариантов, но классически ее для фрональной группы не придумали. Значит, это достижение уже 20-го века, грубо говоря. Да, вот это да, это, кстати, перспектива Риславович. Может, если я стал порассказывать, значит, это такие идеи или лекции вот такого товарища Бюкс Ледова. Вот, ну и вот только, значит, где-то там, где-то, сколько там, 15 лет назад, значит, вот доказали вторую публиментальную теорию инвариантов, для этого данного не было. Впечатляет, понимаешь? Вот, то есть, чем проведено ядро вот этого отображения. Вот, наверное, это просто прокину одним элементом, его можно явно выписать, но это довольно типичный. А вот, значит, хорошо, значит, ну и на сладкое, да, значит, ну, хорошо, а тут вот числа такие, да? Либо положительные целые, либо отрицательные и четные. Вот, но бывают же другие комплексные числа, да? Вот, что будет, если мы подставим другую дельту? Ну и вот это вот тоже очень интересная тема, значит, часто такое возникает вот в теории танзорных категорий, значит, есть категория примитивована каким-то комплексным параметром. Вот, не только, значит, в дискретном наборе значений, она не полупростая. Значит, категория полупростая, если вот, если любой объект раскладывается в сумму непереводимых. так вот, значит, если дельта просто не такое, значит, если дельта не такое, категория B от дельта полупростая. Ну, даже тогда и только тогда. Вот, то есть такой вот спектр получается, да? То есть, если у вас оператор какой-то с параметром, то вот там, где он вырождается, вот это называется спектром, да? Вот, и у категории тоже, значит, вот категория примитивована с параметром, вот у них тоже спектр. Почти везде, значит, полупростая категория, а вот в дискретном наборе значений нет. Ну, ровно потому, что были иглопы эти штуки. Значит, в дискретном наборе значений нет, и вот в этих дискретных наборах, значит, возникают какие-то группы. А вот, ну и, соответственно, есть тоже там вся всякая наука, вот есть там, значит, есть другой, то оставлюсь, значит, вожили. Ну, то есть, немецкая фамилия Глава Ходи, конечно, но он, поскольку его, ну, ему, в принципе, перехали в Афанцию, то это считается вожили. Вот, значит, вот есть такая наука, на зоне универсальной антебурии. Вот, значит, универсальная антебурия, это не алкебра, конечно, а некоторые категории. Вот, и тоже там эта категория проиметационные негативные параметры. Вот, если почти один значений параметров получают такую простая категория. Вот, кроме дискретного набора, где получаются точности все простые аллоги? Так, ну, наверное, хватит. я не говорю, что категория представления этих групп конечно полупростая, но категория Брауэра это не совсем категория представления что-то в фактах потенциального идеала, из-за этого потенциального идеала и получается, что они имеют полупроста. То есть если категория полупростая, то значит вот так и встроена и в какой алгоритм институт. А вот если категория высоких препаратов, то значит там какая-то алгебра выглядит. А если она полупростая? А если она полупростая, то она и не будет никакой алгоритм. Будет алгебра полупростой, но алгебра она тоже будет Я боюсь, что там что-то непонятное произойдет. Потому что, грубо говоря, смотрите, почему такое происходит? Грубо говоря, вы выкисываете в свет. Интересная штука. Возникает какая-то слеза. Хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк-хомяк. Вот, и, грубо говоря, вы берете дельта и начинаете делать Ну, я так понял. И у вас вытекают операции как бы с таким светом. Грубо говоря, да? Если у вас это что-то, то это что-то рано или просто обнулить. А если у вас дельта министовая, то она никогда не будет. Вот, и поэтому у вас там ничего интересного не произойдет. У вас не получится какого-то объекта, по которому это кажется, что он не будет. Включала? Ну, это и не особо, что это... Ну, нет, наверное. Ну, нет, я просто не буду. Они не будут заново накоплены. Хотя не знаю. Ну, я не знаю. Можно... Нет, как-то на эпидемию нам не будет. Да? Да. Просто... ... ... ... ... ... ... Алгебра Бравлера, да, конечнымерным, наверное, сбористым. Так, еще вопросы? Продолжение следует...